Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Следственный комитет Гомельской области расследует убийство женщины из охотничьего ружья. По предварительным данным преступление совершено на почве ревности. Как выяснило следствие, мужчина вместе с сожительницей приехали в гости к товарищу, чтобы помочь тому убраться в родительском доме. Потрудились, можно и за стол. Все трое приложились к спиртному. После чего обвиняемый решил испытать охотничье ружье в лесу и ушел. Через какое-то время он вернулся и увидел, что в доме по-прежнему находится его сожительница и хозяин дома. По словам мужчины, он очень сильно преревновал свою сожительницу и совершил выстрел из незарегистрированного охотничьего ружья ИШ-17. В результате сожительница была смертельно травмирована. Телесное повреждение получил хозяин дома. Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. В данный момент он заключен под стражом. В Чечерском районе в результате лобового столкновения автомобилей погибли два человека. ДТП произошло накануне в 4 часа утра на автодороге границы Российской Федерации, Витебск-Гомель, граница Украины. 38-летний водитель Ниссана не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем МАЗ. В результате лобового столкновения водитель автомобиля Ниссан Ноут скончался на месте происшествия. Пассажиры женщины и мужчины 48 лет были доставлены в районную больницу, где от полученных травм женщина скончалась. В Мозыре во дворе одного из жилых домов по улице Веры Харужи в результате наезда автомобиля пострадала 5-летняя девочка. Водитель Митсубиси Аутлендер не заметила, как ребенок выбежал на проезжую часть. В результате наезда девочка получила телесное повреждение и была госпитализирована в реанимационное отделение Мозовской городской больницы. А в Гомеле на улице Тимофеенко пешеход попал под колеса автомобиля прямо на пешеходном переходе. Потерпевший 55-летний мужчина с травмами доставлен в нейрохирургическое отделение областной клинической больницы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами на Беларусь 4.